Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Андрей Назаров на неделю представил антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он оценивается в более чем 55 миллиардов рублей. Это почти четверть годового бюджета республики. Ранее затраты на его реализацию оценивались в 30 миллиардов. Так, план предусматривает 143 меры поддержки, из которых 87 – это финансовые, размером в 53 миллиарда рублей. Так, для малого бизнеса предусмотрено более 1 миллиарда. Промышленного сектора и системы образующих предприятий свыше 3 миллиардов. Полмиллиарда рублей направят на возмещение логистических затрат и покупку незаменимых импортных комплектующих, а также оборудования еще 830 миллионов на поддержку туристической отрасли региона. В антикризисный пакет мер поддержки также входит и 10 видов налоговых льгот. В результате их реализации бюджет республики потеряет почти 2 миллиарда рублей. Власти региона отметили беспрецедентность разработанного плана поддержки экономики и анонсировали возможное расширение списка уже озвученных льгот и преференций. Более 30 миллиардов рублей получит строительный отрасль Башкортостана в рамках антикризисного пакета мер поддержки. Средства будут направлены на реализацию программ льготной ипотеки, строительство коммунальной инфраструктуры, ну и обеспечение жильем обманутых дольщиков. Проектов много и замораживать их нельзя, считают власти региона. Прежде всего поддержат развитие районов Забелья и Зауфимии, а также создание так называемых южных ворот столицы. Ну вот что это за проекты и как их реализация повлияет на развитие строительного сектора в материале Гузеля Идбай. Рост ставки по ипотеке, подорожание стройматериалов и закрытие внешних рынков. Строительная отрасль в условиях санкций вновь испытывает потрясение. На этой неделе премьер-министр правительства региона Андрей Назаров представил антикризисный пакет мер поддержки развития экономики на 55 миллиардов рублей. Львиная доля более 30 миллиардов направлена на поддержание строительной отрасли. Самый большой объем мер поддержки мы направили на сферу жилищно-строительного сектора экономики. Это свыше 30 миллиардов. В том числе предусматривается реализация программы льготного и потечного кредитования. Здесь мы эту программу выстраиваем вместе с Дом РФ, о чем достигли определенной договоренности. А также выделение финансовых ресурсов на строительство жилья для дольщиков. Здесь 545 миллионов. 26 миллиардов рублей власть региона направит на строительство коммунальной инфраструктуры и дорог на территориях, отвезенных под комплексное жилищное строительство. Сумма будет сформирована за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций. Я думаю, что это не первая и не последняя мера поддержки. Я думаю, на этом не остановится, потому что строительство как было, так и остается серьезным драйвером для поднятия экономики. Что уж говорить, один строитель в четверых корме. Кроме того, в регионе планируется реализовать программу арендного жилья. В качестве пилотного проекта компания Дом РФ рассматривает покупку у финских застройщиков порядка 150-200 квартир с отделкой и мобилировкой для последующей сдачи в наем. Сегодня, как Дом РФ профинансировали 14 проектов на общую сумму 50 миллиардов рублей. Сейчас мы присутствуем в пяти субъектах и почти полмиллиона квадратных метров у нас уже в портфеле. У нас есть два ключевых направления. Это аренда для граждан и корпоративная аренда. Навести порядок на рынке аренды, чтобы люди не боялись арендовать квартиры, не боялись сдавать эти квартиры. Ну и вообще, я считаю, достаточно хороший вариант, когда ты арендуешь квартиру у муниципалитета, у государства. То есть у тебя есть гарантии, и государство полностью в белую получает и налоги, и твои платежи. И это обходится тебе в целом дешевле, чем ипотека. И ты не привязан к месту, ты в любой момент можешь переехать в другой регион, например, в поиски зарплаты. На федеральном уровне застройщикам субсидировали ставку по кредитам до 15% в рамках проектного финансирования. Банки же для возмещения недополученных доходов получат субсидии. Таким образом, и строители, и финансисты смогут снизить собственные риски. До недавнего времени из-за сложной ситуации в банковском секторе и увеличения ставки рефинансирования застройщикам были доступны займы по 30% и более. Безусловно, в текущих реалиях снижение ставки с 22,5% до 15% с помощью государственного субсидирования должно положительно повлиять на строительную отрасль. Тем не менее, в рамках многомиллиардного проекта это все еще очень много. Поэтому дальнейшее снижение ставки по проектному финансированию помогло бы сдержать рост цен для конечного потребителя. По мнению экспертов, хорошим подспорьем для строительной отрасли станет развитие и масштабирование программы жил-устрой-сбережений. Она предполагает накопление средств для первоначального взноса на покупку жилья. Для участия необходимо подать заявление и открыть накопительный счет на срок от 3 до 6 лет. И ежемесячно вносить от 3 до 10 тысяч рублей. При этом государство добавляет до 30% от суммы вклада, но не более 3 тысяч рублей в месяц. Я бы призвал все-таки нам развивать программу жилищных сбережений. Мне кажется, это самое время сейчас с учетом изменившихся параметров рынка рассматривать возможности максимального расширения. Многие, конечно, скажут, но это же не сегодняшний день вопрос, да? Сегодня, конечно, за счет инфраструктурных кредитов и облигаций многие вопросы закрываются, но нам все равно надо через 2-3-4 года думать о будущем. В условиях кризиса перед строительной сферой стоят три основные задачи. Сохранение темпов строительства и рабочих мест, а также завершение текущих проектов. К слову, в первом квартале в Башкортостане введено в эксплуатацию более 800 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион занял второе место по этому показателю в Приволжье. Ну и сейчас о кадровых перестановках в составе Кабмина. На неделе первым вице-премьером правительства региона назначили Азата Бадранова. О кадровом решении на еженедельном оперативном совещании сообщил Ради Хабиров. С 2020 года Бадранов занимал должность заместителя премьер-министра правительства и курировал деятельность Министерства культуры и образования. Должность заместителя премьер-министра республики по социальным вопросам заняла действующий министр финансов Лира Иктисамова. Ну и напомню, ранее вице-премьером являлся Максим Забелин, который в конце марта был назначен руководителем администрации главы региона. Лира Закуанова, соответственно, будет курировать систему здравоохранения и систему Министерства социальной защиты и труда. Очень важно как раз деньги у вас. Вот будете, не мы у вас теперь будем, не министр здравоохранения, а вы сами будете определять. А мы с вас будем спрашивать, если там что-то плохое будет. Ну и также на ключевую должность образованного Министерства по предпринимательству и туризму назначен экс-мэр Сибая Рустам Авзалов. Ну а руководить Минэкология назначили Ниязов Азылова. Бывший же министр экологии Урал Искандаров стал помощником главы республики. Ну и сейчас о международной повестке. Иран заинтересован в поставках из Башкортостана пшеница, ячменя, растительного масла, а также мяса. Об этом стало известно в ходе встречи Ради Хабирова с делегацией Исламской республики. Специалист аграрного сектора Ирана в ближайшее время планирует посетить регион, чтобы договориться об условиях импорта и открытия высокотехнологичных перерабатывающих сельхозпредприятий на территории Башкортостана. Ситуация складывается таким образом, что Иран, который уже более 40 лет живет и работает и развивается, причем технологически развивается в условиях санкций, имеет огромный опыт противодействия внешним давлениям. В наших условиях это чрезвычайно важно. Это первое. Второе, что мы наметили очень схожие потребности в структуре экономики и в структуре продуктового рынка. Например, вообще Иран является большим потребителем зерна, масла и прочих продуктов сельского хозяйства. Поэтому это большая часть сотрудничества, которую мы, наверное, проработаем. Власти республики до 1 мая подготовят список предприятий, готовых к сотрудничеству. Ну а в мае башкирская делегация также планирует еще и принять участие в крупнейшем иранском нефтегазовом форуме. В нее войдут руководители машиностроительных нефтеперерабатывающих и сельхозпредприятий, а также ученые. Мы считаем, что у нашего сотрудничества есть очень хороший потенциал. Сегодня на встрече были презентованы новые возможности по совместной работе. Эти возможности можно реализовать в различных направлениях. Одно из них – покупка продуктов, мяса и зерна. У нас энергетическая страна, поэтому такие проекты тоже возможны. Мы рассматривали и научно-технологическое сотрудничество. Ну и в дальнейшем стороны планируют открытие прямой рейс из Уфы в Иран, а также торговые представительства в Тегеране. Напомню, в прошлом году товарооборот между республиками достиг максимальной ответки в 121 миллион долларов. Иран занимает 10 место в списке торговых партнеров Башкортостана. В структуре экспорта преимущественно измерительные приборы, буровое оборудование, медь и зерно. Ну а импорты – это сжиженные газы и овощи. Итальянские предприниматели расширят сотрудничество с Башкортостаном. Об этом заявил организатор общества взаимодействия деловых кругов республик Андреа Бетони на заседании Ассамблей народов Евразии. Несмотря на временные затруднения с логистикой и оплатой через банки, итальянские предприниматели в сфере машиностроения, проектирования, а также общепита готовы искать новые пути взаимодействия, ну и обсуждать дальнейшую совместную работу. Так в ходе встречи прозвучало предложение расширить сеть итальянских ресторанов Эллио и открыть новые заведения на Павловском водохранилище, а также в Нефтекамске и Октябрьском. Кроме того, инвестор в дальнейшем планирует самостоятельно производить всю необходимую продукцию, чтобы не зависеть от импортных поставок. Мы тоже хотим использовать наш опыт, чтобы производить здесь сразу некоторые итальянские продукты, как, например, ветчину, сыр, салями, вино, и чтобы мы могли продолжать здесь работы, потому что в Башке есть очень хорошие ресурсы и продукты. Представители организации Санта-Гастина вручили Андрею Назарову благодарность за содействие в экономическом сотрудничестве Италии и Башкортостана. Уже в ближайшее время стороны разработают стратегию по дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений. Ассамблея народов Евразии как раз является некой площадкой для такого сотрудничества и для активизации такого диалога. И сегодняшний завтрак тому лишнее подтверждение. То есть, если вы на страже этого направления находитесь, поэтому спасибо и призываю, в общем-то, и сегодня так эффективно поработать с утра, ну и в последующем, в общем, активизировать нашу деятельность и все вопросы, которые так или иначе направлены на увеличение нашего товарооборота, либо на присутствие наших итальянских коллег Башкортостанской экономики, мы будем их приветствовать, поддерживать. Ну и добавлю, последующие заседания Ассамблей народов Евразии пройдут с участием торговых представительств России в странах, которые имеют с ней общую таможенную зону, это Кыргызстан и Армения. В том числе, в дальнейшем планируется открытие торговых домов на их территории. Один из четырех рекоператоров по вывозу мусора создаст в регионе два экотехнопарка, ну а гор Зеленхоз закупает более миллиона саженцев цветов за 45 миллионов рублей. Неделя оказалась богата на новости об инвестициях, госзакупках и программах поддержки предпринимателей, но вот о самых важных из них расскажем в нашем традиционном инвест-дайджесте. Итак, белорусская компания Амкадор реализует в Башкортостане инвест-проект по созданию производства оборудования полного цикла зернообработки. Объем вложений в запуск завода оценивается в полтора миллиарда рублей. Планируется создать в 500 рабочих мест. Инвестор рассматривает несколько площадок. Это в Салаватском районе, а также на территории индустриального парка Уфимский. Напомню, в 2020 году внешнеторговый оборот между Башкирией и Белоруссией сократился до 285 миллионов долларов. Но ухудшение показателей сказалось в том числе пандемией коронавируса. При этом стоит план нарастить его до миллиарда. Дюртюлеме Леводстрой намерен построить в республике два экотехнопарка по глубокой переработке отходов. Инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей. Реализовать его намерены до 2025 года. Заводы планируют возвести в Краснокамском и Дюртюлинском районах. На их территории организуют производство РДФ топлива и цех биокомпостирования. Крупногабаритный мусор планируют измельчать в щепу и использовать его для топки. По оценкам рекоператора, создание таких площадок позволит снизить объем захоронения отходов до 20%. Горзелинхоз Уфы проведет аукцион на приобретение рассады цветов. Начальная максимальная цена контракта почти 45 миллионов рублей. Закупку профинансируют из муниципального бюджета. Исполнитель должен будет поставить товар партиями в срок с 10 мая по 2 июня при соблюдении температурного режима. Рассада должна иметь паспорт качества и карантинное свидетельство. Всего приобретут более 1 миллиона цветов, в их числе петуни, разных видов и мелиса. И компания из нефтекамской МВЛ «Проф» собирается вложить 124 миллиона рублей в производство стройматериалов, но вот в частности магназиально-вермикулитовых листов. Это плиты, которые используются во внутренней и внешней отделке здания, а также при изготовлении огнеупорных теплозащитных конструкций. Инвестпроект включен в число резидентов территории опережающего развития. Мощность производства составит 528 тысяч листов в год. Основные рынки сбыта, плит МВЛ, находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Корпорация развития Башкортостана предлагает упростить процедуру расширения территории особых экономических зон. Но с инициативой генеральный директор компании Наил Габасов выступил на заседании экспертного совета в Госдуме. В Башкортостане особая экономическая зона Алга находится на территории Шимбайского и Стерлитамакского районов и занимает 467 гектаров. Сейчас свои инвестпроекты реализуют 10 резидентов на 90 гектарах. Еще 175 гектаров зарезервированы под потенциальных резидентов. В корпорации развития отмечают, что высокий спрос на размещение в налоговом офшоре диктует необходимость расширения особой зоны. При этом делать это предлагают с момента, когда занято уже 20% территории зоны. Эксперты инициативу поддержали, но подчеркнули, что расширять зону необходимо в случае, если резидентами занято хотя бы половина особой зоны. Мы прекрасно знаем, что ваша площадка Алга достаточно эффективно развивается. И, конечно, вы бы хотели, чтобы уже на начальном этапе, видя поток проектов, уже дать возможность им реализовываться. Но все-таки мы должны искать золотую середину. Наверное, должна быть какая-то точка отсчета. Например, когда 50% особой экономической зоны уже занято, уже реализуют проекты, вот, наверное, на этом этапе действительно можно расширять. Ну и поправки в закон об особых экономических зонах были внесены в Госдуму в феврале правительством страны. Количество их типов предложено сократить с 4 до 3, объединив промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны в промышленно-технологические. Законным проектам предлагается расширить список продукции, которую разрешено производить и перерабатывать резидентом, но и также стало проще получить статус резидента ОС. Для этого достаточно предоставить паспорт инвестпроекта, который является упрощенным бизнес-планом. Но еще одна новость, которая вышла в федеральную повестку. Президент Владимир Путин поддержал проект Айбат Халляруфимского предпринимателя Марата Насхуддинова. Их беседа прошла в ходе онлайн-форума федеральной платформы «Россия. Страна возможностей». Марат рассказал главе государства о проекте по продвижению национальной башкирской кухни. Бизнесмен смог выйти на российский уровень благодаря конкурсу «Мастера гостеприимства», на котором он получил приз «Лучший стритфуд Урала». Ну а также смог запустить франшизу. Марат заявил, что на фоне ухода крупных сетей общепита местные компании вполне смогут занять этот рынок. В этом проекте узнали по всей России. Извините, как называется? Я послушаю, Айбат Халлява. Ну как, хороший проект. Мы все с удовольствием присоединимся. Извини, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот Айбат Халля – это от халяльных продуктов, да, или что? Айбат Халля переводится как «хорошо дела». То есть это ответ на вопрос «как дела?» Ну, в перспективе я хочу перейти на халяль, но пока в процессе это все. Понятно. Это тоже будет востребовано, уверяю вас. Ну вот президент отметил, что халяль обязательно будет востребован, ну а замещение зарубежных сетей приведет к повышению качества продуктов и обслуживания в этих точках продажи. Ну вот еще одна перспективная отрасль – это пчеловодство – тоже получит государственную поддержку. А еще защитят местные породы пчел, более устойчивых к холодам и жаре, но и производящих больше меда. Метельхоз субсидирует сельчанам до половины затрат на покупку отечественных пород. Но приобрести их не так просто. На рынке доминируют завозные пчелопакеты. Для решения проблемы создадут селекционный центр и предприятие по разведению медоносных насекомых. Вот как все эти меры скажутся на перспективе пчеловодства в материале Алины Акчуриной. Против иностранных инвесторов в феврале тысячи людей из восьми районов республики вышли поддержать местных пчеловодов, которые опасаются, что из-за смешения с завезенными из Франции пчелами исчезнет местная и уникальная башкирская. Причина в том, что часть производств должны разместиться в 900 метрах от деревень с пасеками. Напомню, компании Be Happy под промышленное производство меда планировали отдать участки в 12 районах республики. Напротив, чтобы сохранить уникальный вид, в Башкортостане на базе Межрегионального центра по защите и продвижении продукции пчеловодства «Алтен Солок» предложили создать Всероссийский генофондный банк среднерусской пчелы. Башкирская первобытная пчела устойчива к суровым российским зимам, вынослива и медоносна. Сейчас же только 20% пчелосемей представлены среднерусской. У нас потенциал в Российской Федерации для внутреннего производства пчелы порядка 500 тысяч. В год, ежегодно. У нас сумма свыше 2,5-3 миллиардов рублей. Представляете, это потенциал бизнеса, который мы можем развивать. Если мы развиваем производство 500 тысяч пакетов пчелосемей в год для нужд отрасли, это тянет за собой синергетический эффект развития в 28-30 миллиардов. Почему? Это сопутствующие сферы производства. Поэтому это уже получается не подотрасль. Здесь уже не просто селекция генетика. Мы уже фактически выстраиваем целое направление. Пчеловоды ежегодно закупают 1 миллион пчелопакетов на 5 миллиардов рублей. Из этого количества только 350 тысяч или 30% – это пчелосемьи российского производства. 70% же приобретается из-за рубежа, преимущественно это Узбекистан. При этом 60% импортных гибридов – низкого качества или зараженные. Пчеловоды продолжают закупать такие пчелопакеты из-за низкой стоимости. В Ашкортостане решили возмещать половину стоимости именно местных, а не импортных пчелопакетов. Общая сумма поддержки будет зависеть от потребностей предпринимателей или фермерских хозяйств. Общая сумма поддержки будет зависеть от потребностей предпринимателей или фермерских хозяйств. Для того, чтобы на продажу или на рынок выставить уже наши пчелосемьи готовые среднерусские, называемые башкирские пчелы. В первую очередь мы ставку делаем на объединение наших пчеловодов, как пчеловодов личных подсобных хозяйств, так и пчеловодов-фермеров. Ну и кроме того, здесь же будут объединяться наши переработчики и ассоциации. По данным Минсельхоза, в прошлом году пчеловоды республики произвели около 7 тысяч тонн товарного меда. В этом году планируется сократить объемы до 6 тысяч тонн, дабы не спровоцировать снижение его рыночной стоимости. Эксперты считают, чтобы повысить качество меда и сохранить популяцию башкирской и среднерусской пород пчелы, необходимо систематизировать селекционно-племенную работу. Что является очень актуальным, особенно и в условиях продовольственной безопасности, потому что если будут генетические ресурсы на территории Российской Федерации создаваться и восполняться, и они будут соответствовать всем природно-климатическим условиям, соответственно, будет и продуктивность выше, мы способны будем обеспечить не только племенным материалом, но и, естественно, товарной продукцией от него. В дальнейшем власти республики разработают такую стратегию развития, которая позволит обеспечить регион необходимым количеством пчелопакетов. Несмотря на все ограничения, пчеловодческая отрасль и на сегодняшний день остается привлекательной и перспективной для предпринимателей. То, что закрыты границы, вступление биоматериала, это имеется в виду пчелопакетов и маток, надо сказать, что мы самообеспечены. Если взять селом Российской Федерации и селом Республики Башкорстан, мы самообеспечены. Мы сами себя можем обеспечить всем племенным материалом и развивается пчеловодство. У нас также будет развиваться независимость от того, закрытая или не закрытая граница. В последние годы в регионе также остро стоит проблема использования аграриями для обработки полей от вредителей, химикатов высокого класса опасности. В прошлом сезоне в хозяйствах Куиргазинского, Кугорчинского и Зянчуринского районов погибли тысячи пчелосемей. Для решения этого вопроса на прошлой неделе глава Башкортостана Радихабиров подписал закон, который поможет избежать отравления пчел пестицидами. С этого года обрабатывать поля с помощью кукурузников больше не будут. Работы будут проводить только ночью безопасными растворами. А предупреждать об этом пчеловодов будут не позднее, чем за три дня. Должен и бизнес развиваться, агрария должны свои права не ущемляя тоже заниматься своим бизнесом. Но в то же время это ни в коем случае не должно служить как бы гибелью пчел. Но для Башкирии это особый знак такой. Башкирский мед, башкирская пчела для нас это бренд. Эксперты говорят, если в России удастся выводить качественные и доступные пчелопакеты и создать сеть заводов-репродукторов, то уже в ближайшем будущем отрасль сможет давать больше полезного продукта, спрос на который растет во всем мире. Алина Акчурина, Дмитрий Аксаев, РБ Кауфа. Из Башкортостана на Донбасс отправили пятую по счету автоколонну с гуманитарной помощью. Ее вес больше 133 тонн. Старт движения гум-конвоя дал глава региона Ради Хабиров. В шесть фур загрузили 17 тонн продуктов питания, 63 тонны стройматериалов и больше 40 тонн питьевой воды. А также постельные принадлежности, одежду, лекарства и бытовую химию. Мы давно уже притянули руку дружбы жителям Донбасса. Давно уже этим занимаемся и не остановимся, и будем помогать. Это будет пятый конвой, шестой, седьмой и так далее. У нас есть возможности. Очень сильно помогает нам бизнес, руководители крупных предприятий. Я за это очень-очень благодарен. Активную помощь в сборе гуманитарной помощи оказали и предприниматели региона. Ради Хабиров вручил им благодарственные письма. И сегодняшний день мы еще дополнительно планируем в ближайшее время, как Ради Фариж сказал, время строительных материалов. И планируется в ближайшее время предоставить помощь Донецкой и Луганской Народной Республике строим материалы в размере 20 тонн. Люди там пострадавшие есть, и на сегодняшний день им надо в первую очередь помочь. Это наш долг, наша обязанность, и мы должны этот вопрос всегда решать. Ну и напомню, первые четыре колонны были направлены на Донбасс 4 и 18 марта, а также 5 и 9 апреля. Силами жителей региона были собраны сотни килограммов кондитерских и хлебобулочных изделий, вода, мука, сахар, а также растительное масло, консервы и средства личной гигиены, а также другие товары первой необходимости. Всего этой республике за полтора месяца отправили более 600 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ну и в продолжение темы в Уфу прибыли 17 беженцев из украинского города Херсон, в том числе трое детей. Их разместили в санатории «Зеленая роща». Вот вынужденным переселенцам в ближайшие дни предоставят необходимые выплаты, помогут трудоустроиться, окажут помощь в получении и восстановлении утерянных документов. Для детей выделят места в школах и детских садах. Все граждане размещены, завершили медицинское обследование, заполнили документы, все поставлены на миграционный учет, выдали сим-карты для того, чтобы была у них российская сотовая связь. Завтра мы планируем принять заявление на выплату, на оформление медицинского полюса, а также окажем первую гуманитарную помощь в виде одежды и средств личной гигиены. Сейчас граждане направляются в ближайшее деление банка для открытия счета в организации, для получения последующего выплат. В ближайшие дни в Башкортостан приедут еще 500 беженцев, всего запланировано принять 2000 человек. Для них подготовлены пункты временного размещения в профилакториях и санаториях еще в марте. На этом наш выпуск завершен. Таким мы увидели основные деловые события недели. Еще больше новостей на нашем сайте rbctvdfisufa.ru Смотрите наши телеканалы, помните, новостей много, но главное на РБК. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова